Всем привет! Сегодня я решил продолжить серию быстрый ужин. Я только что пришел с работы. Сегодня у меня на ужин будет говядина быстрой обжарки. Она у меня порционированная. Будет красная капуста. Вот так вот я ее храню. Когда я ее приготовлю, я ее просто разбиваю на порции по 160-180 грамм. Она у меня уже оттаяла. Затем я ее просто подогреваю в микроволновой печи. Как готовится такая капуста, есть у меня на канале. Можете воспользоваться рецептом. Также будет у меня демиглас с добавлением портвейна и горчицы. В качестве гарнира будет картофель. Вода в чайнике у меня уже скипела. Я сразу заливаю водичку. И вот с этого момента картофелю понадобится буквально 15 минут и он будет готов. Сразу присаливаю и отправляю на плиту. Мясо я уже обсушил и посолил буквально 15 минут назад. Так, добавляю жир в вагю. Это я недавно был просто в Голландии, в специализированном магазине и прикупил себе одну вот такую баночку. Жир вообще превосходный для жарки. Самое милое дело. И обжариваю мясо на сильном огне. Мясо я примерно обжаривал по 3 минуты с каждой стороны. Отправляю мясо на противень. Росмарин, немного чеснока. Теперь я поперчу его. Вот этот жир я уже просто солью. В мусорное ведро он себя уже отработал. Теперь аккуратненько собираю остатки жира. Добавляю демиглас. С вечера я его забыл достать. Но теперь добавляем так. Немного вина и отправляю его на плиту. Чтобы вино у меня уварилось, смешалось с соусом. А потом я его слегка загущу крахмалом. И затем добавлю немного горчицы. И все, он мне готов. Мясо я буду доводить до готовности при температуре 170 градусов наружная. А внутреннее 54. Здесь степень прожарки определяйте для себя сами. Я говядину люблю, чтобы внутренней температуры было 54, максимум 56 градусов. Все, отправляю в духовку. Да, и заброшу сразу в духовку небольшой кусок лепешки. Ну, пока суть до дела. Можно перед едой принять бокальчик аперитива. Но не злоупотреблять. Чуть-чуть. Для аппетита. Соус у меня уже практически готов. Я его снимаю с плиты. Потому что сковорода чугунная, она сама по себе очень горячая. Она долго будет держать тепло. Добавляю немного горчички. И маленький кусочек сливочного масла. Все это тщательно перемешиваю. Все, мой соус готов. Как готовится демиглаз, есть у меня на канале. Ссылку я вам оставлю. Если вы будете просматривать всю рецептуру, то в самом низу есть ответвление соусов, которые вы можете приготовить с демиглаз. Здесь на ваше усмотрение. Я просто буду вам показывать время от времени, какие соусы делаю я из базового соуса. Ну, у меня уже все готово. Давайте я сделаю подачу. Три картофелинки, красную капусту, немного соуса на тарелку, мясо и соус на мясо. По желанию на картофель можете добавить немного оливкового или сливочного масла. Ну, и небольшой кусочек лепешки. Ну, вот и все. Буквально за 30 минут я приготовил довольно неплохой ужин. Ну, я так считаю. Кто-то, возможно, из вас другого мнения. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я с вами прощаюсь. И до новых видео. Продолжение следует...